Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, журналисты, вы ставите связь с массовой информацией. Я очень рад вас всех видеть в этом зале. Не так давно мы тоже с вами встречались, когда я был истром на должность губернатора в таком же моем составе. Я думаю, почти в таком. 8 октября я вступил в должность губернатора Владимирской области. Это очень знальный момент для наших жителей, для всех нас, поскольку мы сами определили с вами голосование, кто будет губернатором Владимирской области. И это очень важно. Вы все поддержали меня, поддержали жителей Владимирской области, вы как журналисты, я обращаюсь к вам, представители средств массовой информации. В очень непростой период, все мы прекрасно понимаем, что период был непростой, поскольку некоторые, по счету, некоторые заместители губернаторов, в этот непростой период, ушли в отпуск, а в дальнейшем написали заявление о увольнении. Еще в период, который я занимала, это было там где-то даже более месяца. Это был ноябрь, а первая половина ноября, это был период, до которого я, как губернатор, работал, скажем так, в особом напряжении. Далее хочу сказать о том, что, когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений, поручения президента Российской Федерации, Валерия Путина, по ремонту Валерии Струнина, например, по решению проблем, связанных с переселением из аварийного фонда жилья, по подготовке документов по национальным проектам, которые также были поручены президентом Российской Федерации своим указом, решению проблем с вывозом мусора, с долгами за газ и многое-многое другое. Но, видимо, отдых дороже, и каждый выбирает, что он выбирает. Я также благодарен вам за то, что вы поддерживаете жителей Владимирской области и команду губернатора в этот непростой период, когда существуют, я считаю, неоправданные ингредиционные атаки некоторых, подчеркиваю, и это очень характерно, когда некоторые совершают ингредиционные атаки в федеральном агентстве, а какие-то не совершают. Это тоже, видимо, определенные критерии подхода. Поэтому я тоже вам благодарен, что вы к этому относитесь очень серьезно и адекватно, абсолютно адекватно реагируете на эти выборы. Кроме этого, данные выборы, послеводный период, сейчас, когда все это происходит, вы также показали себя более чем достойно, потому что вы показали, что четвертая власть, она является не только той властью, которая критикует три, где-то власть, а этой власти, которая способна на, я бы сказал, созидательный, правильный, направленный на поддержку жизни в Владимирской области труд. И это тоже очень важно. Потому что эта поддержка нужна не только тем людям, которые сидят за этим столом, а это нужна поддержка, прежде всего, людям, которые живут в Владимирской области. Со своей стороны, хочу сказать, что в период такого напряженного труда, становление команды, он практически закончился, и мое общение с вами будет в таком же постоянном и постоянно действующем контакте, как и было тогда, когда я не был губернатором. То есть это будет честный, открытый диалог. И я уверен, уверен, что мы будем всегда говорить на одном языке. А язык у нас один. Это честность, правдивость, открытость. И мы всегда в своей деятельности должны сосчитать самое главное, что за что быть в работе любого руководителя или любого представителя той или иной структуры власти. Это в основе думать об интересах жителей Владимирской области. Значит, далее хочу сказать, что за этот период был сделан свод-анализ, ну, то есть анализ всех сфер жизни Владимирской области. была комплексная ситуация в целом оценена. Также были определены задачи по выполнению указа президента Российской Федерации Владимира Путина, указа о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации в период до 2024 года. Причем хочу подчеркнуть, что некоторые нацпроекты, некоторые нацпроекты, в которые мы вступили, были запущены только в период действия новой команды, что тоже очень поразительно. То есть это вопрос про отдых и про конторы. По этому вопросу были введены приоритетные задачи, и мы сейчас уверенно идем в этом направлении. По приоритетным проектам здесь у нас вообще на 100% все в порядке. Это, я говорю про майский указ, 12-го года. Поэтому тоже взяли на контроль в последние 2-3 месяца. Министерство Александровича Павловича и с командой, с новой командой смотрели выручную ситуацию. Далее, хочу сказать, что у действующей команды есть четкое понимание тех, я бы сказал, вызовов и угроз, которые существуют на территории Владимирской области, которые прежде всего являются вызовом не для администрации Владимирской области, а для жизни. Мы все это знаем, все контролируем, и действует главный принцип – это работать на опережении. Вот такая вот поездка дня. Далее, хочу еще подчеркнуть, что главной целью своей работы, как губернатора, и той задачей, которую я поставил команде, является соблюдение основных принципов. А основные принципы моей работы всегда были. Это были, это рост благосостояния жителей Владимирской области, повышение качества уровня. Ну, такие высокие слова, но фактически это все вопросы, которые касаются качества жилья, это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, досуга и так далее. То есть, вот то качество жилья, с которым соприкасается каждый человек. Кроме этого, однозначно, один из приоритетов – это будет взаимодействие и сотрудничество с гражданским обществом, что очень важно для меня, потому что тогда будет живой диалог, и тогда многие проблемы будут решаться. Ну и, что не менее важно, в преддверии больших выборов 2019 года, 2020 и последующих годов – это политическая стабильность, что тоже очень важно. Вот в целом, наверное, основа, что я хотел сказать, поэтому мы провели вместе с вами очень серьезную работу, я подчеркиваю, мы с вами, потому что еще раз говорю и подчеркиваю, что я четвертую власть никоим образом не отделяю от других институтов власти. Это важнейший момент – взаимодействие, работа и сотрудничество. Поэтому провели огромную работу, теперь предстоит следующий этап. Следующий этап – это формирование тех принципов и их совершенствования, о которых я сказал. Поэтому я сегодня хочу на этом брифинге, по-черкиваю, что сегодня у нас брифинг по поводу представления новой команды, новой старой команды, я так сказал, а не пресс-конференции. Поэтому на этом брифинге я представлю своих заместителей, каждый в течение двух минут даст собственное представление, потом будут короткие, точечные моменты, ответы на вопрос, но совсем минимальные. Потому что в любом случае пресс-конференцию мы планируем провести, но давайте ее вместе договорившись, сделаем, как я считаю, есть такое понятие «стальные», да? Вот я думаю, что хороший будет итог, хороший будет итог для проведения пресс-конференции по итогам работы новой команды губернатора и подведения итогов того, чего будем добиться. Но хочу еще раз подчеркнуть, что старая команда со своими критериями и подходами работала до первой половины наявля, а сейчас у нас первая половина декабря. Поэтому фактически вот этот месяц, это месяц был для того, чтобы взять все на контроль, запустить механизм и сформировать новую команду. А теперь надо показывать результаты.